Привет, дорогие резиденты! Сегодня поговорим про автовебинары. Первое, что важно понимать, что автовебинар не является необходимым элементом онлайн-школы. Это элемент, который может ускорить, помочь автоматизировать, повысить эффективность школы, эффективность отдачи на рекламу. Но он не является необходимым. И более того, его стоит внедрять только после того, когда вы научились проводить обычные, хорошие продающие, делать продающие элементы. В нашем случае это просто хороший продающий вебинар, у которого хорошая высокая конверсия. Да, мы вебинары в автоматическом режиме используем сравнительно недавно и долгое время делали онлайн-школы, исключительно которые построены на живом вебинаре раз в неделю. И автовебинар позволил это автоматизировать и достаточно легко масштабировать. Касательно кармичности и этичности. Мы показывали те модели продающие, которые у нас есть, разным учителям, в том числе ведическим учителям. И они пришли вообще в дикий восторг от того, что их знания можно донести до широких масс через вот такие вот новые современные инструменты. То есть автовебинар это некий инструмент автоматизации, такой же, как, например, инструмент автоматизации, это автоматический рассылщик. То есть у нас есть люди в базе, которые до сих пор думают, что вот мы присылаем им письмо, и письмо пишу, например, я или один, вот им лично. Многие школы отправляют письма не от школы, к примеру, там, акселератора онлайн-школ, а от Дмитрия Юрченко. И мы тоже часто это делаем, потому что это повышает открываемость и кликабельность внутри писем. И многие думают, потому что они не знают, что есть автоматизация этих процессов, они думают, что это Дима Юрченко непосредственно им пишет. Зачем мне разубеждать человека в этом? Ему кайфово, что Дима ему пишет в этом. И он открывает это письмо с большим энтузиазмом, с большим энтузиазмом это читает, больше инвестирует в своей энергии. А значит, и больше получит из этого письма, из этого контента. Потому что для него он большую важность туда вооружает. Соответственно, и для меня это тоже, как для носителя знаний, хорошо, потому что он с большим вниманием читает этот материал. То есть автоматический рассылщик – это некий элемент автоматизации. Потому что мы не можем посадить там 10 человек, которые будут вручную всем рассылать. Это было раньше, потом придумали автоматизацию, придумали персонифицированную автоматизацию, когда там first name указывают, адресное обращение каждому человеку. Там реально к человеку кажется, что с ним лично общается автор. Такое используется уже порядка 20 лет, наверное, в маркетинге. Автовебинар – это сравнительно новый такой инструмент. И мы его рассматриваем просто как инструмент автоматизации, как некий робот, который автоматически продает каждый день и автоматически общается. Касательно кармичной эстетичности, ну вот есть подтверждение, что это помогает распространять знания, и что если это сделано с благим мотивом и знанием правильным, которое помогает людям, то если это ускоряет, помогает масштабировать, то это является хорошим инструментом. То есть если у вас есть продукт, который ведет людей в светлое будущее, и вы понимаете, что он благой, созидательный продукт, то дальше вам стоит задуматься, как этот продукт донести до максимального количества людей. И дальше вы уже решаете автоматизировать вам, либо непосредственно проводить вебинары. Но опять же повторюсь, самый первый посыл – это то, что сначала нужно научиться проводить хорошие вебинары, а дальше потом задаваться вопросом, насколько этично, насколько автоматизировать, как правильно коммуницировать. Это уже другие посылы, и вообще в акселераторе, в базовом пакете нету модуля по автовебинарам, потому что это уже следующий этап и вообще отдельный продукт. Мы считаем, что надо задумываться об автовебинарах, когда ты уже 2-3 миллиона в месяц стабильно делаешь. Тогда ты думаешь, ага, как же мне высудить время эксперта, как же мне там все еще больше автоматизировать. То есть это реально позволяет очень быстро масштабироваться. И вот в принципе многие из вас, как только они базовые вещи докрутят, вы можете в 10 раз увеличиться, просто нажав на кнопку, как мы и рассказываем. Но в какой форме вы это будете делать? Будет ли это вебинар раз в неделю живой, раз в две недели живой? Или потом вы захотите попробовать автовебинар? Это не принципиально. То есть вы можете выбирать ту модель, которая вам подходит. Мы вот недавно работали с таким российским долларом-миллиардером и вот затронулись вот этого момента. И также вот с некоторыми там разными другими экспертами мы так делаем. То есть можно сажать человека, который вживую будет отвечать людям в чате. То есть это тогда вот элемент живости вносит. А с миллиардером мы придумали, что он там выступает в записи, но есть второй человек, они как бы идут вдвоем. То есть идет одновременно запись, и одновременно живой человек отвечает на вопросы в чате, проговорит там два окошка по сути. И он в самом начале говорит, что я буду в записи, но он со мной будет вести эксперт, и он ведет в живую. Такой вот некий синтез такой и живой, и неживой одновременно. И в самом начале про это рассказывается. То есть вы можете выбрать вот такой вариант, например, когда это два спикера, один автоматический, другой живой ведущий, или когда просто какой-то другой куратор отвечает на вопросы в живую. То есть такой вариант тоже возможен. То есть нету какого-то здесь единого формата, единого варианта. И более того, мы крайне рекомендуем вот на данном этапе создания онлайн-школы думать о том, как выбрать правильные посылы, думать о том, как помочь людям получить результат, как сделать очень классный продукт, как это все очень интересно запаковать, чтобы это работало и давало конверсии, и туда пускать пучок внимания. И вероятность того, что вы получите результат, будет гораздо выше, чем если вы будете задумываться о тех вещах, которые вам делать надо будет нескоро. То есть вы когда вы дойдете до 2-3 миллионов по месяцу, и будете задумываться, там, автовебинар, или там, другой элемент автоматизации, или вот этот вот микс такой вот, да, полуживой, полуавтоматический, с живым там куратором, и про это, про все там, ну, сразу рассказывать много-много-много раз, чтобы, не дай бог, там, человек ничего такого не подумал. И там указывать в рассылщике тоже, что это, там, может, слайд робот, то есть вы можете тоже это делать. Но самое главное, вы поймите, что самое важное, это то, с каким мотивом вы создаете продукт, с каким мотивом вы работаете над бизнесом, и если этот мотив благой, если вы приносите пользу, помогаете людям получить результат, то, ну, вы имеете право использовать автоматизационные моменты. То, что мы наблюдаем в Америке, есть две модели. Первая, это эксперты не говорят, что это, там, живой, неживой вебинар, они просто ведут на трансляцию, на вебинар, они называют это вебинар, трансляции, мастер-классом, и они не подчеркивают, это живой, неживой, и это как вот в e-mail рассылке. Ты получаешь рассылку, и, там, нигде не говорится, что она отправлена роботом. Есть часть экспертов, которые, вот, как Сергей рассказал про кейс с миллиардером, когда потом подключается живой человек, отвечают на вопросы. Есть небольшое количество экспертов, которые вначале приветствуют, зажигают людей темы, и потом говорят, сейчас вы смотрите самый мой лучший вебинар, который, там, проходит регулярно, его вы не увидите в записи, и так эти эксперты достаточно активно рекламируют, значит, у них тоже хорошо коммертирует этот вебинар. И каждый из вас может экспериментировать, тестировать, и смотреть, как найти баланс между своими внутренними ощущениями и коммерсией. Вот. И, опять же, ребят, то, что мы видим, многие пытаются, там, думать про автовебинары, про то, как правильно выстроить систему мотивации в компании с 10 человек, но первично это создать первый, ну, такой скелет продукта и продать эту мечту, этого продукта людям, посмотреть, как они покупают. Если они покупают, то дальше стоит уже постепенно, постепенно наращивать. Вот, как Сергей сказал, когда у вас будет, там, 2-3 миллиона рублей, и вы будете задуматься о том, как же вам теперь повысить эффективность и отдачу на вложенные деньги и вложенные единицы энергии, тогда стоит задуматься об автовебинаре. Ну, и вообще хочется сказать о том, что вот слово такое «манипуляция», что, ну, продажа и маркетинг – это всегда по-любому манипуляция. То есть это всегда вот ты пытаешься понять, что у человека в голове, ты пытаешься сказать то, что он хочет услышать, ты пытаешься это донести как-то, ну, в какой-то красивой, интересной форме. То есть в любом случае маркетинг и продажа – это манипуляция. Поэтому, ну, будьте готовы к тому, что, ну, вот, вы ищете максимально правильный язык и слова, которые надо сказать людям для того, чтобы они купили. И это, ну, тоже часть, которая должна у вас недостаточно легко заходить. Как говорят американцы, sell them what they need, what they want, give them what they need. То есть продавай людям то, что они хотят, а давай им то, что им нужно. И вот хорошая метафора – это когда, там, таблетки. Вот сироп, если бы не был с сахаром, то его бы дети, да и взрослые люди бы пили бы намного бы сложнее. Поэтому многие таблетки, они, ну, в капсуле, либо сироп, они сладкие. Это для того, чтобы медикамент было проще проглотить. И маркетинг, в том числе, его нужно подслащать иногда, и продукт. Потому что, если вы будете рассказывать, что вас ждет тернистый путь, и будет сложно, и будет тяжело, и только в конце, может быть, у вас появится просвет, то мало людей будет пытаться. И первично людям нужно вселять веру, надежду, желание двигаться вперед. И мы часто говорим про метафору, что на Олимпийские игры все спортсмены едут одинаково хорошо подготовленными. Но побеждает тот, кто больше верит в победу. И вот, если вы в свои продукты, в свои медикаменты будете больше добавлять сахара, больше добавлять энтузиазма, драйва, если вы будете повышать человека по шкале тонов, делать, чтобы у него в жизни было больше позитива и энтузиазма, то статистика подтверждена, что у него будет больше результатов. Поэтому в данном ситуации пускайте пучок внимания на то, чтобы создать свой первый вебинар и сделать продукт максимально качественным, чтобы люди получали результат, и работайте с мотивом дать людям вот этот навык, дать людям пользу. И тогда вот этот вот нюанс будет вас не волновать. И поверьте, то, что на рынке есть в нашем модуле по вебинарам, это лучшее, что есть вообще в России и в мире. Я это прочувствовал в себе, когда Сергей меня консультировал, когда мы еще не были партнерами, и мы прям намного осознаннее и лучше стали конвертировать на вебинарах. И прям почувствовали, что у нас появился реально сильнейший инструмент. И сейчас многих экспертов, которых мы консультируем лично, которые давно в рынке, там, по 10 лет, когда они получают эти знания, они прям очень сильно благодарны. Тем более мы привлекаем и других экспертов в акселератор по проведению вебинаров, и у вас получается максимально комплексная картина. Поэтому учитесь делать вебинары, всем вперед и верьте в свое позитивное будущее.